здравствуйте уважаемые любители истории во всех своих лекциях которые я размещаю на своем канале я использую теорию прогресса для объяснения самых заметных явлений истории таких как случаи регресса и революции то есть я с помощью теории прогресса объясняю то что произошло но любая теория должна уметь предсказывать то что произойдет какую бы мы настоящую науку не взяли она в первую очередь используется для предсказания того что еще не произошло ну например геология предсказывает потенциально перспективные участки для добычи тех или иных полезных ископаемых то есть геолог может сказать если вы хотите искать нефть то этот район для этого перспективен а вот этот нет или например вы хотите искать железную руду или урановую руду или еще что-нибудь подобное с большей или меньшей точностью геология предскажет где это искать можно а где это абсолютно лишено смысла то есть а также химики могут сказать почти с уверенностью что будет если смешать два вещества что получится в результате если между ними произойдет реакция как будет протекать эта реакция или например астрономы могут предсказать где и когда будет находиться та или иная планета комета или метеорит точность предсказаний зависит от того насколько правильную научную теорию они используют только науки об обществе не могут ничего предсказать когда послушаешь предсказания которые делают те или иные люди занимающиеся профессионально изучением общества то иногда не знаю что ли смеяться то ли плакать то что теория прогресса объясняет явление прошлого означает что она с достаточной достоверностью должна предсказывать и явление будущего в этой лекции мы попробуем дать прогноз по такому общественному феномену как революция теория прогресса объясняет причины революции и разделяет два типа революции крестьянская революция и цветная революция у меня на канале есть лекции отдельно по теории крестьянской революции и по теории цветной революции и ссылку я как всегда дам под этим видео итак мы сейчас будем говорить о крестьянской революции. Эта революция согласно теории прогресса вызывается последним заполнением резервуара. В теории революции я подробно объясняю, что это такое. Сейчас я очень коротко постараюсь рассказать суть дела, потому что по опыту знаю, что большинство слушателей не будут обращаться к лекции, где эта теория полностью раскрыта. Но чтобы понять дальнейшее изложение, у них все-таки какое-то представление должно быть. Итак, последнее заполнение резервуара может происходить только в доиндустриальном обществе. Следовательно, и крестьянская революция может происходить только в доиндустриальном обществе. Чем доиндустриальное общество отличается от других типов общества? Тем, что в нем большинство населения работает в сельском хозяйстве. То есть большинство населения является крестьянами, Не фермерами, которые работают на рынок, а крестьянами, которые производят только для собственного потребления и выходят на рынок очень незначительно. Итак, территорию любой страны можно представить себе как резервуар, емкость которого измеряется максимально возможным количеством людей, которым не могут проживать. От чего зависит емкость резервуара? От двух вещей. От природных условий, то есть от площади резервуара, от того, какие там почвы, какой там климат. И второй фактор это интенсивность использования земли. Земля может использоваться с разной интенсивностью и в зависимости от этих двух факторов емкость резервуара может быть больше или меньше. Если резервуар заполняется, люди начинают испытывать недостаток средств существования. И тогда они вынуждены интенсифицировать землепользование. При этом производительность труда падает, поэтому они этого делать не хотят. Но рост населения их к этому вынуждает. Когда они интенсифицируют землепользование, емкость резервуара снова возрастает. И так продолжается в течение всей истории человечества, начиная с самых ранних этапов. Интенсификация использования земли все время возрастает в результате роста населения. От охоты и собирательства люди переходят к скотоводству и земледелию. И точно так же в течение земледельческой стадии они постоянно интенсифицируют землепользование. То есть от подтечного земледелия к пашенному. Пашенное земледелие там тоже много ступеней интенсификации. И в результате все время происходит процесс увеличения емкости резервуаров и плотности населения. Но рано или поздно возникает ситуация, при которой дальше интенсифицировать земледелие невозможно. Вот это-то и называется последним заполнением резервуара. Общество, в котором происходит последнее заполнение резервуара, испытывает сильнейший шок. Потому что население продолжает расти. Естественно, не хватает самого необходимого. Уровень потребления может упасть до биологического предела. Люди страдают и не видят выхода из сложившегося положения. Они находятся в тупике. Потому что решить главную жизненную проблему они не могут так, как это делали их деды и прадеды. То есть интенсифицировать землепользование. Они просто не могут этого сделать по природным условиям. Но нельзя в пустыне перейти к выращиванию зерновых. Потому что ничего не вырастет. Поэтому там максимально возможная степень идентификации – это кочевое скотоводство. Как реагирует население на этот шок? Оно ищет выход из сложившегося тупика. Оно пытается понять, как можно решить проблему. И вот как раз для решения этой проблемы общество постепенно вырабатывает идеологию будущей революции. Всего таких идеологий бывает две – коммунистическая и религиозная. Религиозная идеология объясняет возникшие трудности тем, что люди прогневили Бога, стали жить, нарушая его заветы. И поэтому Бог на них раздевался и карает. Выход простой. Надо исправиться, надо опять выполнять божеские заповеди. И Бог все исправит. И все будет снова хорошо. Вот это религиозная идеология. Естественно, люди, даже если хотят исправиться, они не могут это сделать, потому что им мешает власть. Власть не дает этого сделать. Она сама погрязла в грехах и не дает обществу очиститься и снова зажить хорошо. Поэтому власть нужно свергнуть, поставить людей, которые могут добиться от общества, чтобы оно исправилось, и все будет опять отлично. Коммунистическая идеология не менее проста. Она говорит о том, что богатство достаточно для всех. Просто оно распределено неравномерно. Вот если бы все распределить поровну, всем бы хватало. А так у одних много, а у других мало. И поэтому у тех, как у других, мало. Они страдают, им плохо, они голодают, не могут жить так, как им хотелось бы. Потому что вот эти жадины, они себе все забрали и не дают людям быть счастливыми. Исключительно из-за своей жадности. И поэтому нужно все забрать и поровну честно разделить. И тогда будет снова все прекрасно. Это элементарные представления необразованных, невежественных крестьян. Которые составляют большинство в любом доиндустриальном обществе. Когда произошло последнее заполнение резервуара? Должен произойти определенный период, в течение которого люди дойдут до той степени отчаяния, в которых они только и могут начать революцию. И именно в этот период вырабатывается идеология, которую они должны воспринять, как способ решения тех проблем, которые перед ними стоят. То есть, что делать? Вот что надо делать, говорит им идеология. И они начинают ее реализовывать. Вот они начинают ее реализовывать, начинается революция. Вот это очень коротко основные положения теории революции, которые предлагает теория прогресса. Давайте применим весь этот теоретический аппарат к тому региону Земли, где есть все предпосылки для начала крестьянской революции. Такой регион это индийский субконтинент. Что представляет из себя эта часть Земли? Как считают геологи, индийский субконтинент – это часть древнего континента Гондвана. Отделившись от австралийской плиты, индийский субконтинент начал движение на север и примерно 50 миллионов лет назад столкнулся с евразийской плитой. В результате деформаций, которые последовали за этим столкновением, возник горный пояс по северной периферии индийского субконтинента. Это Дималай, Тибетская Нагорья, Каракарун, Тяньшань, которая ограничивает этот субконтинент сегодня с севера. И как это обычно бывает, в результате того, что индийская плита оказалась под евразийской, образовался огромный прогиб земной коры. Благодаря смыву горных пород с гор, этот прогиб быстро заполнился алювием. И так образовалась огромная индогангская равнина, которая идет вдоль гор с юга. Вот вы видите это на схеме. Эта равнина идеальна для сельского хозяйства. Она ровная, почва плодородная. И кроме того, она достаточно хорошо увлажнена. Когда с наступлением весны солнце выпаривает огромные массы воды из Индийского океана, влажные воздушные массы начинают распространяться от экватора на юг и соответственно на север. И так формируются муссонные дожди. При столкновении с Гималаями насыщенные водой массы поднимаются, охлаждаются и идут дожди. А благодаря тому, что на западной оконечности индогангской равнины расположена пустыня Тар, где с марта по май температура достигает 50 градусов, здесь образуется разреженная воздушная область и раскаленный воздух поднимается вверх. Таким образом, засасывает влажные воздушные массы с юго-востока и муссонные дожди вдоль горной греби Гималаев, Каракарума и Тиншана заходят довольно далеко на северо-запад. Таким образом, индоганская равнина превратилась в самый емкий резервуар на земле. Полуостровная Индия, которая расположилась южнее индогангской равнины, это преимущественно горы и плоскогорья. Тут есть только две равнины прибрежные. Это восточная равнина и западная равнина. Восточная равнина имеет ширину от 100 до 130 километров, а западная равнина еще уже и простирается на 50-100 километров. На остальной территории полустровной Индии земледелие преимущественно осуществляется в долинах рек, то есть на довольно ограниченных пространствах. Поэтому мы, согласно теории прогресса, можем четко выделить те районы, которые располагаются на индогангской равнине, как районы с максимальной емкостью. Богатые прочвы, равнинный рельеф и обильные осадки позволяют здесь выращивать до трех урожаев риса в год. Кроме того, выращивается большое количество других культур, а рис, чтобы понимать, насколько интенсивное сельское хозяйство, скажу, что выращивается с помощью рассады. То есть вот нигде никто рассадой зерновые культуры не выращивает, только рис. Единственная цель это, конечно, в том, чтобы увеличить интенсивность использования земли и получить больше урожаев с одной единицей площади. Поэтому самые населенные регионы всех стран индийского субконтинента, за исключением, понятное дело, Шри-Ланки, расположены на индоганской равнине. Это восточная часть Пакистана, северная часть Индии, южная часть Непала и практически вся территория Бангладеш. Зачем нужно учитывать, какую емкость имеет тот или иной регион страны, в данном случае Индии? Это важно потому, что согласно теории прогресса, чем резервуары меньше, тем он быстрее развивается. Поэтому резервуары, которые имеют меньшую емкость, должны быть более передовыми. А резервуары, в которых емкость велика, должны отставать. Вот теперь применим это теоретическое положение на практике. Вот перед вами карта Индии, на котором штаты окрашены по следующему принципу. Чем выше уровень внутреннего валового продукта на душу населения, тем штат закрашен более темным цветом. Вот отчетливо видно, что южные штаты имеют более высокий уровень доходов, чем те, которые расположены на севере, особенно на северо-востоке. А мы с вами видели на карте, что именно по северу, вдоль Гималайев, проходит Индоганская равнина с самой высокой емкостью резервуаров. То есть данная карта подтверждает тот теоретический тезис, который я бы сказал раньше. Исключение. Это штаты, которые расположены возле столицы Индии, Дели. Понятно, что столица – это концентрация капиталов, это концентрация людских ресурсов. Там расположена огромная делийская эгломерация. И поэтому понятно, что там, естественно, уровень доходов будет выше. В принципе, это почти всегда, почти в любой стране наблюдается, что столичный регион имеет более высокий уровень доходов, чем в целом по стране. Ну, исключение – это маленькие штаты, такие как Гоа, Секим, где есть очень большой туристический сектор. Туда приезжает много туристов из богатых стран, привозят много денег. А поскольку штат маленький, то это влияет на наваловый доход всего штата. И, естественно, это приводит к тому, что в таких штатах ВВП на душу населения выше, чем в целом по стране. Таким образом, четко видна закономерность развития отдельных индийских территорий. Более передовой и развитый юг – юго-запад и отстающий север – северо-восток. Причем, обратите внимание, штаты, которые расположены именно на Индаганской равнине на северо-востоке – это самые отсталые индийские штаты. Здесь самый низкий доход на душу населения. Вот два штата – это Уттар-Прадыш и Бихар. Это штаты-гиганты. Уттар-Прадыш в настоящее время имеет население 230 миллионов человек. Если бы этот штат был самостоятельным государством, он был бы на пятом месте в мире по численности населения. Бихар также имеет огромную численность населения, которое в настоящее время достигает 122 миллионов человек. То есть, это примерно столько же, сколько население Японии. Однако, революции происходят не потому, что население большое, а потому, что оно достигло критического уровня, то есть, произошло заполнение резервуара. Можем ли мы сказать, что Индия приблизилась к последнему заполнению резервуара? Как мы можем это определить? Есть определенные симптомы, которые на это указывают. Какие же это симптомы? Прежде всего, это падение рождаемости. Хорошо известно, что в пророщенно развитых странах, индустриальном обществе происходит так называемый демографический переход. Когда сразу снижается смертность, а потом рождаемость. И происходит стабилизация населения на определенном уровне. Я об этом подробно рассказываю в своей лекции об индустриальном обществе. И если по чечаяниям найдутся люди, которые хотят в этом разобраться, я дам ссылку под видео. Причина снижения рождаемости в индустриальном обществе – это рост уровня развития населения. В результате усложнение процесса труда. Естественно, в доиндустриальном обществе этого произойти не может. Но тем не менее, в доиндустриальном обществе рождаемость падает. И падает она как раз перед тем, когда резервуар заполнится в последний раз. Почему это понятно? Потому что рост населения приводит к тому, что земли становится слишком мало. Возникают экономические трудности для молодых людей, которые хотят создать семью и завести детей. И это вынуждает часть из них отложить вступление в брак. А тем, кто вступили в брак, сократить количество детей. Вот это важнейший признак. При последнем заполнении резервуаров рождаемость падает. Что можно сказать по этому поводу? Индия была близка к последнему заполнению резервуара, а следовательно и к крестьянской революции, где-то в конце 40-х, в начале 50-х годов прошлого века. Однако, в этот период в Индии началась зеленая революция. Я поясню, что это такое. Это внедрение в отсталое примитивное сельское хозяйство наработок современной науки. В первую очередь, конечно, это синтетические удобрения. Потом новые, более урожайные, устойчивые к болезням и вредителям, семена культурных растений. И вот за счет этого емкость индийского резервуара выросла очень сильно. И начался бурный рост населения. Тем не менее, где-то к концу 70-х, начало 80-х годов, в Индии появились первые признаки снижения рождаемости. Хотя рождаемость оставалась очень высокой. И вот такой очень яркий факт, это то, что с 1975 по 2010, то есть 35 лет, численность населения Индии удвоилась. И тем не менее, с 2000-х годов рождаемость в Индии существенно сокращается. Хотя, как считают большинство демографов, где-то к 2024-2025 годам Индия превзойдет по размерам населения Китая. Потому что в Китае рождаемость низкая. И рост населения продолжается только за счет того, что много молодых людей. А в Индии рождаемость высокая. При том, что молодых людей еще больше, чем в Китае. Средний возраст в Индии ниже, чем в Китае. И количество людей возрастом 25 лет и моложе составляют более половины населения. Поэтому, конечно, рост населения в Индии затормозится очень нескоро. А в Китае это уже сейчас начало происходить. Важно, что в Индии, как я уже сказал, рождаемость сокращается. Однако, поскольку Индия страна огромная по размерам, это сокращение происходит не одновременно в разных частях индийского субконтинента. Вот перед вами карта Индии, в которой показана, какова на сегодняшний день рождаемость в различных индийских районах. Здесь шкала максимальная от коричневого, это максимальная рождаемость, до синего. Это минимальная рождаемость. На схеме отражен так называемый общий коэффициент рождаемости, то есть среднее количество детей, которое имеет одна женщина. Для того, чтобы население не росло и не уменьшалось, этот коэффициент должен быть приблизительно 2,1, поскольку папа-мама, значит, двое детей, а 1,1 это компенсирует то, что часть нового поколения не оставит своих потомков. Такой уровень рождаемости отражен светло-зеленым цветом. Обратите внимание, что мы видим на схеме. Юг Индии весь окрашен синим цветом. Это говорит о том, что здесь рождаемость ниже, чем 2,1, то есть ниже уровня распроизводства. А вот север Индии преимущественно окрашен красного и коричневого цвета. И как раз на индогангской равнине, то есть там, где самые богатые почвы, самая большая емкость, там преобладают именно эти цвета. Следовательно, там рождаемость довольно высокая. В среднем одна женщина имеет более 4 детей. Однако на севере рождаемость в настоящее время довольно быстро сокращается. О чем это говорит? Это говорит о том, что на юге резервуары наполнились раньше. И там процесс сокращения рождаемости начался раньше, что соответствует теории прогресса. Ведь на юге резервуары меньше. А теория нам говорит, что чем меньше резервуар, тем он быстрее наполняется. Вместе с тем, заполнение резервуаров привело к ускоренному экономическому развитию, что тоже соответствует теории прогресса. Поэтому юг имеет более высокий в праве душу населения, чем север. Спрогнозируем теперь, что произойдет дальше. Всегда, когда резервуар заполнен, но возможностей для интенсификации землепользования нет, начинается процесс обезземеливания крестьян. Каким образом это происходит? За счет раздела отцовского участка между наследниками. Это приводит к сокращению средней площади участка. До того уровня, когда прожить на каком участке практически невозможно. Если хорошее урожае, как-то еще удается держаться. Но, как только сильный неурожай, начинает семья голодать, крестьянин влезает в долги, потом отдать эти долги не может, и ему приходится участок продать. Так вот, в настоящее время, средняя площадь крестьянского надела в Индии порядка 1,3 гектара. Это средняя площадь. А примерно половина населения во многих штатах вообще не имеет земли. То есть, они уже утратили землю. Вот эти цифры очень важны. Они, с одной стороны, позволяют понять, какая колоссальная емкость индийского резервуара, какая высокая интенсивность использования земли, если семья с тремя, четырьмя или даже пятью детьми может прожить на участке чуть более 1 гектара. С другой стороны, то, что половина населения уже сейчас не имеет земли, это доказывает то, что резервуар наполнился. И идет накопление в селах населения, которому совершенно нечего делать в сельском хозяйстве. Да, эти люди не умирают от города. Им есть пока что кушать, потому что они работают на участках более удачливых и предприимчивых соседей. Они занимаются какими-то промыслами. Они работают как сезонные рабочие, и им как-то удается выкручиваться. Но население продолжает расти. И для этих людей работы в селе нет. Рано или поздно произойдет процесс перемещения населения из сел в города. Кто эти люди? Это молодые люди, которым нужно создавать семью. А как они ее могут создавать, когда они сами еле-еле выживают? Их будет жизнь толкать на поиски более высоких заработков. А где более высокие заработки? В городе. Вот они туда и устремляться. В настоящее время в Индии только 35% населения живет в городах. Следовательно, согласно теории прогресса, Индия есть доиндустриальная страна. Потому что теория прогресса дает четкое определение. Если более половины населения работает в сельском хозяйстве, это доиндустриальное общество. Так вот, есть все основания полагать, что скоро процент городского населения в Индии начнет быстро расти. Этот тезис легко подтвердить. Мы уже пришли к выводу, что юг в своем развитии опережает север. Так вот, если на севере, в тех штатах, которые располагаются на Индогангской равнине, в частности Бихар, имеет 11% городского населения, то южные штаты, такие как Тамиль-Наду и Кирала, имеют 49-48% городского населения. Это высший процент городского населения во всей Индии. То есть, и здесь южные штаты опережают. Рождаемость у них упала раньше. И начался переток избыточного сельского населения в города. Что будет дальше? В городах малограмотное, а часто неграмотное население. Например, в Бихаре более 50% населения не умеют ни читать, ни писать. Но, оказавшись в городе, эти люди просто там не могут найти себе работу. Они ничего не умеют толком делать. Они привыкли работать на полях. И они окажутся либо безработными, либо будут работать на каких-то низкоквалифицированных и, естественно, малооплачиваемых работах. То есть, они окажутся на самом дне. Это мы и наблюдаем, кстати говоря, на йоге Индии. Здесь самый высокий процент безработных во всей Индии. А, скажем, население Кироли еще и в большом количестве эмигрировало за границу. Более 8% выходцев из этого штата сегодня живет за его пределами. То есть, дома не могут найти работу, уезжают за границу. Большая часть из них устроилась на работу в арабских странах Персидского залива. Посылают домой деньги для содержания своих семей. Так вот, в ВОП штата Кирола вот эти перечисления из-за границы достигают 30%. Нет возможности для выходцев из села устроиться достаточно хорошо в городе. И вот эта масса населения и создает тот взрывоопасный контингент, легко воспламеняющийся революционными идеями, который и может послужить движущей силой будущей революции. Большинству историков в голову не приходит, что можно сравнивать развитие различных стран. Но для обычной науки такое сравнение не только возможно, но даже и обязательно. Так вот, если мы сравним развитие Ирана накануне революции 1978 года, то сходство с тем, что сейчас происходит в Индии, очень даже значительное. В Иране также после Второй мировой войны начался быстрый рост населения. И за 20 лет с 1956 до 1976 года население Ирана выросло почти на 78%. И при этом численность городского населения до 1966 года росла незначительно. Но с 1966 года до 1976 года, то есть за 10 лет численность городского населения выросла на более чем 60%. То есть произошла массовая миграция избыточного сельского населения в города. А в городах они работу не могли найти. И поэтому накануне революции 54% иранских семей жили ниже уровня бедности. Вот именно это создало почву для того, чтобы там началась революция. Сейчас Индия находится накануне этого процесса. Очень вероятно, что следующее десятилетие будет периодом, когда в Индии будет быстро нарастать социальное напряжение. Какие формы это примет? Какая идеология будущей революции будет формироваться? Религиозная идеология вполне возможна, потому что Индия имеет долгую традицию религиозных конфликтов. Стоит вспомнить, что в период обретения независимости в Индии началась буквально война между индуистами и мусульманами, которая, собственно говоря, привела к разделу Британской Индии на два государства, собственно Индию и Пакистан, который тогда включал Бангладеш. Конфликты на религиозной почве, когда выход видят в том, чтобы уничтожить иноверцев, это почти наверняка будет наблюдаться в период революции. Вместе с тем, возможно, и коммунистическая идеология. Для этого есть серьезные основания. Позиции коммунистов в Индии сильны, как ни в одной и другой стране Азии, за исключением только Китая. И здесь тоже большая и длительная традиция. Стоит сказать о Наксалитском движении. Это движение ведет свое начало с восстания в западной Бенгалии, в селении, которая называлась Наксалбари, в 1967 году. И с тех пор продолжается партизанская война. Существует такое понятие красный коридор. Вот на схеме видно, это районы, охваченные партизанской войной. Это коридор, который протянулся с северо-востока до юга Индии. Базируется это движение в первую очередь на лесных районах, непригодных, как правило, для полевого хозяйства. И населены эти районы племенами, которые ведут преимущественно охотничье-собирательское хозяйство. В Индии такие племена называются Адиваси, это собирательное название, хотя там существует огромное разнообразие различных племен, говорящих на совершенно разных языках. Упорная, ожесточенная борьба, которая ежегодно приводит к сотням жертв, как со стороны местного населения, так и со стороны сил правопорядка. В чем причина этой борьбы? В первую очередь в том, что заполнились резервуары малой емкости, расположенные в горных, лесных районах. Это порождает недовольство местного населения, оно ищет выхода. То есть это то, что теория прогресса определяет как предреволюция. То есть революционные события, которые предшествуют полноценной революции, но охватившие только часть страны. Потому что, когда придет очередь более емких резервуаров, тогда начнется всеобщая революция. Вот примерно это можно сказать, говоря об этом движении. Но тут важна его идеология. Движение это маоистское. И нельзя сказать, что оно состоит исключительно из представителей племен. Руководящая верхушка этого движения, его вожди, это, как правило, люди образованные из более цивилизованных районов. Там есть немало студентов, а в начале, когда движение начало формироваться, его вообще возглавляли чуть ли не университетские профессора. Во всяком случае, преподавателей было там довольно много. Потому что тогда коммунизм еще среди интеллигенций пользовался популярностью. В настоящее время наблюдается некоторый спад движения ноксолитов. Но это не значит, что движение полностью прекратилось. Оно продолжается, как тлеющие угли. И если заполнятся более емкие резервуары, именно эти угли могут дать вспышку, которая охватит Суэнди. Маоизм, как революционная идеология, может быть воспринят крестьянами, которые сегодня занимаются выращиванием риса, а не охотой и собирательством, и которые в тысячи раз более многочисленны, чем Адиваси. Следовательно, такой вариант революционной идеологии, а именно маоизм, вполне возможен. Чем маоизм отличается от классического коммунизма? Тем, что Мао Цзэдун предложил считать Сино революционным, а город капиталистическим. Не пролетариат, главный революционный класс, а крестьянство. Мао Цзэдун убедился, что теория Маркса в реальных условиях не соответствует действительности. И действительно, главной движущей силой революции является крестьянство. Это он и изложил в своей теории. А для простых христиан это очень понятно. Могилка здесь элементарная, как всегда, это бывает в революционной идеологии. Мы, крестьяне, надрываемся, выращиваем рис. Они в городе этого не делают, но рис едят. Вот если бы все выращивали рис, всем бы хватало. Вот видите, как все просто, элементарно. И поэтому надо горожан тоже заставить работать. Они же капиталисты, вот их революционный класс крестьянства заставляет работать, и тогда они производят нужное количество риса. И всем будет хорошо. Что, собственно говоря, делали маоисты в Китае, что они делали в Кампуччи, уничтожив там чуть ли не половину своего населения. В Индии это тоже может быть. Все, что я сказал о Индии, еще в большей степени имеет отношение к Бангладеш и Пакистану. Потому что эти страны меньше, а согласно теории прогресса они должны развиваться быстрее. И действительно, если говорить, скажем, о Бангладеш, то эта страна демонстрирует все признаки последнего заполнения резервуара. Территория Бангладеш представляет из себя гигантскую дельту слияния двух великих рек. Это Ганга и Брахмапутры. И здесь все, что можно в принципе взять от земли взято. Плотность населения Бангладеш феноменальная. 1200 человек на квадратный километр. Фактически это плотность городского населения, но процент городского населения в Бангладеш 37 процентов. То есть примерно столько же, сколько в Индии, чуть больше. Для сравнения, в соседнем Непале, который имеет примерно такую же площадь, 140 тысяч квадратных километров, население 30 миллионов. А скажем, в Греции, площадь которой 132 тысячи квадратных километров, население всего лишь 10 миллионов. В то время, как в Бангладеш население к настоящему времени что-то около 170 миллионов. То есть население Бангладеш больше, чем население, скажем, России. Хотя Россия самая большая по площади страна мира. Бангладеш также демонстрирует существенное снижение рождаемости и сегодня там рождаемость уже на уровне простого воспроизводства. Хотя за счет большой доли молодых людей население продолжает расти и будет еще расти до середины этого столетия. Так же, как и в южных индийских штатах, население Бангладеш пытается найти работу за пределами страны. и 4,5 миллиона жителей Бангладеш сегодня уехали из страны в основном в арабские страны в районе Персидского залива для того, чтобы там можно было заработать на жизнь и так же, как и в индийском штате Кирала деньги, которые присылают эмигранты домой имеют большое значение для экономики Бангладеша. Пакистан еще одна страна гиганта с населением 220 миллионов человек занимает в настоящее время пятое место в мире. Однако здесь рождаемость еще не упала до уровня Бангладеш и даже до уровня Индии. Хотя численность городского населения примерно такая же, как и в этих двух странах 36%. Исходя из того, что рождаемость еще высокая, а население быстро растет, в Пакистане до полного заполнения резервуара еще должно пройти некоторое время. Важно отметить также и то, что в самых маленьких странах индийского субконтинента крестьянские революции произошли и произошли относительно недавно. В Непале крестьянская революция и гражданская война продолжалась 10 лет с 1996 по 2006 год и привела к падению королевской власти. В Шри-Ланке крестьянская революция приняла форму восстания тамильского населения и гражданская война, вызванная этим восстанием, продолжалась еще больше с 1983 до 2009 опять же в соответствии с теорией прогресса развитие малых стран происходит быстрее чем развитие больших поэтому то, что в этих относительно для индийского субконтинента небольших странах уже произошли революции говорит о том, что они могут произойти и в более крупных странах и по логике вещей они должны начаться раньше даже в Бангладеше и Пакистане чем в Индии. Впрочем есть факторы которые могут изменить характер процесса и мы это увидим как именно будут развиваться события какая будет идеология революции если учесть что Пакистан и Бангладеш это мусульманские страны здесь это может принять характер мусульманского экстремизма но ясно что для этого региона земли последующие десятилетия будет чревато очень серьезными потрясениями с мусульманск и мусульманск Продолжение следует...